Седьмой класс, пятнадцатая серия. Теорема. Теорема – это каждое утверждение, справедливость которого устанавливается путем рассуждений. Эти рассуждения – это доказательства теоремы. И в дальнейшем мы докажем теорему о сумме углов треугольника, 180 градусов, будет еще доказательство неравенства треугольника. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. А сегодня мы познакомимся с теоремой. Первый признак равенства треугольников. Если две стороны и угол между ними одного треугольника, соответственно, равны двум сторонам углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны. Давайте рассмотрим треугольник АВС и треугольник А1В1С1. А1В1С1, у которых АВ… Длина стороны АВ равна длине стороны А1В1. АС равна А1С1. Угол А равен углу А1. И давайте докажем, что эти треугольники равны. Так как углы равны, треугольник АВС можно наложить на треугольник А1В1С1 так, что вершина А совместится с вершиной А1. Стороны АВ и АС наложатся, соответственно, на лучи А1В1 и А1С1. Так как длины сторон АВ, А1В1, АС, А1С1 равны, то сторона АВ совместится со стороной А1В1, а АС совместится со стороной А1С1. Точки В и В1 совместятся, точки СС1 совместятся. Итак, треугольники полностью совместятся, значит, они равны. Теорема доказана. Первая задача. Дан треугольник АВС. Точки D и Е лежат на стороне АС. Угол ВДС равен углу ВЕА. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что если эти углы равны, то будут равны и углы, смешанные с ними. То есть сразу можно сказать, что угол АВ будет равен углу ВЕЦ. Это нам пригодится в дальнейшем. Эти углы тоже будут равны. Так, что еще известно? АД, длина отрезка АД, равна длине отрезка ЕС. ВД отрезок равен ВЕ. Известно, что угол АВД 50 градусов, а надо найти градусную меру угла СВЕ. Вот это вопрос. Так, давайте рассмотрим треугольники АВД и ВЕЦ. В этих треугольниках две стороны и уголы между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника. Значит, эти треугольники равны, в равных треугольниках равны соответственные элементы. Так, угол СВЕ будет равен углу АВД 50 градусов. Градусная мера этого угла. Ответ 50 градусов. Вторая задача. Дан треугольник АВЦ. Точка D вне треугольника АВЦ. Известно, что равны отрезки АВ, ВЦ, ВД и ВЦ. Периметр треугольника АВЦ – 28 см. АЦ – 8 см. Давайте сразу подпишем. 8 см. Надо найти периметр четырехугольника АВДЦ. Так, поскольку длины вот этих отрезков равны, давайте обозначим за х. Длину вот каждой такой стороны. Х см. По условию задачи известно, что периметр треугольника АВЦ – 28. Х плюс х плюс 8 равняется 28. Значит, 2х – 20, х равен 10. Вопрос задачи периметр четырехугольника АВДЦ. Значит, 10 плюс 10 плюс 10 и еще плюс 8. Значит, ответ – 38 см. Периметр четырехугольника АВДЦ. Третья задача. В треугольнике АВЦ выбрана точка О. Так что треугольник АОВ равен треугольнику СОВ. ОА, давайте отметим равные отрезки, равняется ОС. Угол АОС – 160 градусов. Угол СБО – 50 градусов. Этот угол – 50 градусов. Надо найти градусную меру угла БАО. Вот это вопрос. Так. По условию задачи известно, что треугольник АОВ равен треугольнику СОВ. В равных треугольниках соответственные элементы равны. Значит, угол АБО, вот этот угол, тоже будет 50 градусов, так же, как и угол СБО. Вот эти углы равны. Так. Чтобы ответить на вопрос задачи и найти градусную меру вот этого угла, надо определить градусную меру тупого угла. вот этого, причем два тупых угла будут иметь одинаковую градусную меру, поскольку по условию задачи треугольники равны. Сумма трех углов, вот эти два тупых угла, вот этих два равных тупых угла, и плюс угол в 160 градусов, вот сумма этих трех углов – 360 градусов, потому что они в сумме дают два развернутых угла, два раза по 180 – это 360, полный угол. Так. Зная, что эти углы равны, мы можем найти градусную меру каждого из этих углов. Значит, 360 минус 160 получается 200. 200 делим пополам, значит, по 100 градусов. Градусная мера каждого из этих углов. Значит, здесь будет 50, здесь 100. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Значит, чтобы ответить на вопрос задачи, надо из 180 вычесть 100 градусов, это тупой угол, и еще 50 градусов. Значит, мы отнимаем 100 градусов и 50, и получаем ответ. Итак, градусная мера угла B, A, O – 30 градусов. Ответ – 30 градусов.